Есть у меня вот такие вот настойки, они уже настоялись, и их нужно будет только отфильтровать. Сегодня мы испытаем еще один способ для фильтрации. Я уже недавно показывал один, сегодня покажу новый. Собственно, вот сама система. Это вакуумная крышка, отверстие здесь заглушено, два шланга. Один надевается на компрессор, а один уже погружается в саму настойку. Сюда забивается вата. В прошлый раз для создания вакуума я использовал вот такой компрессор от аквариума. Он переделанный, сюда подсоединяем шланг, и он создает вакуум. Но он сам по себе маломощный, и напиток фильтруется долго. Сегодня покажу новый способ. Для этого способа будем использовать компрессор от холодильника. В нем переделать ничего не нужно. Мы его снимаем с холодильника, здесь имеются два провода, подсоединяем их сюда. Одна трубочка у нас воздух засасывает, а из второй трубочки воздух выходит. Все остальные запаяны. Нам будет нужна только та, куда воздух засасывается. Также плюс этого компрессора в том, что он полностью бесшумный. То есть его почти не слышно. И сейчас мы проведем эксперимент. Одну банку мы отфильтрируем при помощи вот этого насоса. Одну с помощью компрессора от аквариума. И третью уже от холодильника. Засечем время и поглядим, какой способ лучше. Сначала испытаем насос. Заталкиваем сюда вату. Запускаем и поехали. Получается 3,5 минуты. Все отфильтровалось. Все отлично. Ну вот, остались компоненты. Ну, а напиток получился идеально чистый. Насос мрачным. Долго, нудно. Постоянно нужно подкачивать. Рука устала. Сейчас будем испытывать вот этого малыша. Его подсоединил. Поставил чистую новую ватку. И можно включать. Ну, и как видим, получилось довольно-таки долго. Ну, если никуда не спешите, можно поставить и заниматься своими делами. Он потихоньку будет качать. Все же лучше, чем вручную. Ну, а сейчас испытаем его. Также поменял новую ватку. Запускаем. Как можете слышать, или не можете. В общем, его почти не слышно. Еле-еле где-то что-то гудит. Пошла довольно-таки быстро. И сейчас поглядим, насколько. Все, вакуум уже создался. Все льется хорошо. Ну, как видим, с ним получилось быстрее всех. Так что, если вам нужно фильтровать на стойке и где-то завалялся вот такой компрессор, то это самые лучшие результаты всех, что сегодня были. Если знаете еще какие-либо способы, то напишите об этом в комментах. Ну, а мы пойдем дегустировать.